Проводить каникулы в летних лагерях сегодня не менее популярно, чем в советские годы. Летний лагерь – особое место с особой романтикой, песнями под гитару, новыми знакомствами и множеством других неожиданных и запоминающихся моментов. Один из таких сюрпризов для ребят из летнего лагеря «Родники» организовали участники военно-исторического клуба «Пост номер один» и председатель депутатской группы «Связь поколений». Сейчас у нас дети на каникулах и все-таки хочется, чтобы лето проходило, кроме того, что это здоровье, солнце, свежий воздух, сосновый бор, все-таки, чтобы дети хоть немножко что-то, кроме наших боевиков по телевизору, кроме этих компьютерных игрушек, все-таки почерпнули еще что-то доброе, хорошее именно наше, подчеркиваю слово «наше», с большой буквы «наше». Поэтому приехали ребята в форме нашей российской, красной, советской армии с нашим оружием, с образцами нашего оружия и рассказ как раз про нашу армию. Обычный урок мужества старой аниме юных патриотов превратился в настоящее путешествие во времени. Усевшись кружком, ребята затаили дыхание, главное ничего не пропустить. Во что были одеты солдаты того времени, чем воевали, для чего предназначалась та или иная вещь. Экскурс в историю вызывает у ребят неподдельный интерес. Но, пожалуй, самое сильное впечатление на ребят произвело оружие, найденное на полях сражений. Пулемет «Максим» стал по-настоящему легендарным оружием, с которым воевали в русско-японскую Первую и Вторую мировую войну. Демонстрация военной формы и оружия тех лет проводится с единственной целью – пробудить чувство патриотизма. Жестокость и насилие были чужды русскому воину, отмечают члены военно-исторического клуба. Показать детям, рассказать, как же выглядели их дедушки или прадедушки, что все это тяжелое, что все это было тяжело, не так все просто, как в компьютере и в телевизоре. После экскурса в историю наступил главный момент – урока мужества. Ребятам разрешили подержать оружие в руках и задать любые интересующие вопросы. Практически все воспитанники лагеря, а это более ста человек, впервые прикоснулись к самым настоящим наганам, винтовкам и пулебетам. В магазине 35 патронов, дистанция стрельбы 200 метров, темп стрельбы 1000 выстрелов в минуту. Очень точное и мощное оружие. Как у вас заряжается? Умрется магазин. То есть заряжается магазин, ну и потом салют его сюда. Ну и все, автомат готов в бою. Найти общий язык со школьниками участникам военно-исторического клуба не составило труда. Во-первых, они практически ровесники, во-вторых, ребята досконально знают то, о чем говорят. А это, как известно, вызывает уважение. Судя по отзывам школьников, такой урок мужества им заполнится надолго. Даже какие-то необычные. Очень было интересно слушать, как рассказывают. Очень классное ощущение, держу сейчас оружие, очень нравится. Приятно то, что наши истории не забываются, то, что помнят подвиг наших дедов, то, что совершил наш народ. Несколько часов урока мужества пролетели, как одно мгновение. В памяти ребят остались бесценные знания. А главное, блеск в глазах и желание уже самостоятельно интересоваться историей. Екатерина Карпова, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ-пилот.